Масштабная военная реконструкция, десятки тематических площадок и тысячи посетителей. Сегодня на линии Сталина отмечают День защитника Отечества. С самого утра сюда приехали гости со всех уголков Беларуси. Многие из них в колонии патриотического автопробега за Единую Беларусь. Каждый смог погрузиться в историческую обстановку. Колорит создавали различные площадки. Самые яркие события дня – две масштабные реконструкции боев с участием военной техники времен войны. На месте работает и наша съемочная группа. Буквально полчаса назад завершилась реконструкция Рогачевской наступательной операции. Она посвящена событиям 44-го года, когда армия 1-го Беларусского фронта отбивала Жлобин и Рогачев. Отмечу, что сегодня линия Сталина подготовила много интересных интерактивных развлечений для тех, кто решил окунуться в историческую атмосферу. Праздничная программа началась с открытия тематических площадок. Целый день тут работает фотозона, где можно сделать снимок в образе солдата. Исторические квесты и конкурсы хватает. Развлекательных мест и для детей – катание на лошадях, аниматоры, полоса препятствий и, конечно же, полевая кухня. Возвращаясь к самой реконструкции, то в этом году инсценировка боя посвящена двум белорусам – Геннадию Величко и Феодосию Смоличкову. К слову, именно памяти героев Великой Отечественной войны тут уделяют особое внимание. Около 100 реконструкторов будет сейчас на поле вместе со 120-кой, которая 40 солдат дала, которые тоже переодеты по Красной Армии, по Вермахту, тоже будут отыгрывать. Будет около 10 единиц бронетехники двигаться по полю одновременно. Реконструкцию посвящаем героям – белорусам, снайперам Величко и Смоличкову. Улицы есть, уже многие дети не назовут имена этих героев-снайперов. Один 125 гитлеровцев за два месяца, другой за два года войны – 320. Организаторы обещают, что любой посетитель найдет чем заняться. И, к слову, с уже привычным катанием на танке на линии Сталина есть возможность и полетать на вертолете Ми-2. В праздники сегодня принимают участие и специалисты-кинологи Министерства обороны. Добавлю, что буквально через час начнется еще одна реконструкция, посвященная афганским событиям. К слову, с участием и соответствующей техники. Кроме того, на территории историко-культурного комплекса расположились и интерактивные лагеря военные, где посетители смогут познакомиться с бытом солдат и гражданских той эпохи. Александр Камович и Илья Максимов, агентстватель новостей.